Здравствуйте! Вы смотрите новостной выпуск «День за днём» в студии Олег Соловьёв. О наиболее важных и интересных событиях расскажем прямо сейчас. Открытие новой детской игровой площадки. Нам очень приятно, когда мы открываем очередные объекты, благоустроенные для наших деток, создаём определённые комфортные условия. Рождественские чтения в музыкальной школе. Тема «Великая победа на свете и на свете». Губернатор Смоленской области Алексей Островский открыл в Смоленске пятый по счёту региональный социально-экономический форум «Территория развития». Его основная цель – продолжение конструктивного диалога между властью, бизнесом и обществом. А первым результатом форума стало подписание соглашения о строительстве в Смоленске торгового центра с аквапарком. По предварительной информации, он появится в районе площади Желябова в Задней Провье и займёт порядка 19 тысяч квадратных метров. Проект планируют завершить до 2023 года. Появление аквапарка уже обсуждалось ранее. В 2016 году тогдашний исполняющий обязанности главы города подписал соглашение о выделении участка земли на улице Дзержинского. Десногорск продолжает постепенно обновляться и обзаводиться новыми комфортными местами для отдыха. Одно из них появилось в самом центре города – у кафе «Сервис». Подробности далее. Сквер напротив храма Стефана Великопермского – одно из излюбленных мест отдыха десногорцев. А так как Атамград – ещё и прекрасное место для семейной жизни, то здесь особое внимание уделяется детскому досугу. По этой причине 13 октября на карте муниципалитета появилась новая игровая площадка. Центром внимания этого места теперь по праву можно назвать этот новый детский городок. Многочисленные башни, горки, туннели, шведские стенки – для каждого найдётся развлечение по душе. При этом площадка сертифицирована по всем международным стандартам, а значит – безопасна. Нам очень приятно, когда мы открываем очередные объекты, благоустроенные для наших деток, создаём определённые комфортные условия. Это очередной объект, который успешно реализовался благодаря программе «Мой любимый город». Концерн «Росэнергоатом» и «Смоленская АЭС» в 2019 году на эту программу направили более 20 миллионов рублей. Результатом вложений стал, например, ремонт малых архитектурных форм и новый асфальт на так называемой Кукуевской дороге. Кстати, на этом планы благоустройства на этот год не закончены. Ну и, конечно, будет подарок для детей и для жителей. Мы заканчиваем зимнюю горку. Там замечательная горка. Мы договорились, сегодня нашли опоры, установим замечательный отпуск. Зимняя горка будет установлена на центральной площади. Ещё одна конструкция появится и на Кургане Славы. Пока же дети и их родители будут проводить последние тёплые деньки на этой новой и комфортной площадке. И делать они это будут наверняка с удовольствием. Олег Соловьёв, Андрей Прохоров, Владислав Полоскин, Десна ТВ. В преддверии Дня налоговых органов российские налоговики подвели итоги за 2019 год. Так, за три квартала нынешнего года бюджеты всех уровней пополнились на 36 миллиардов рублей. Об этом сообщили на расширенной коллегии Управления Федеральной налоговой службы. Бюджет Смоленщины пополнен на 4 миллиарда. Специалисты отмечают положительную динамику по всем видам своей деятельности. А основной своей задачей они видят в снижении задолженности населения перед государством. Для этого, помимо прочего, важно работать и над удобством и качеством сервиса. Повышение уровня обслуживания и его простота для налогоплательщика – одно из приоритетных направлений деятельности налоговых органов. Число россиян, получивших материнский капитал, сокращается четвертый год подряд. За январь-октябрь этого года сертификатов выдано на 45 тысяч меньше, чем за такой же период годом ранее. А связано это с падением рождаемости. По этой причине в Госдуме думают над тем, как повысить привлекательность маткапитала и тем самым стимулировать рождаемость в России. С начала этого года было выдано 456 тысяч сертификатов на получение материнского капитала. А в прошлом году за этот же период цифра была существенно выше – 501 тысяча. Здесь хорошо прослеживается зависимость от числа новорожденных. Так, за первое полугодие 2019 года на свет появилось 719 тысяч малышей. Это на 63 тысячи меньше, чем за аналогичный период 2018-го. С 7 октября по 10 декабря в Смоленской области проходят пятые региональные образовательные рождественские чтения. Подробнее в сюжете Ксении Бьюшковой. Первые рождественские чтения прошли в Москве в 1993 году. Тогда они еще не имели определенных тем и названий. Только 14 лет назад зародилась традиция проводить чтения на определенные темы. Так, в 2019 и 2020 году во всех регионах России, в том числе и Смоленской области, пройдут общеобразовательные чтения, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Во-первых, это воспитание патриотизма, любви к родине, память, самое главное, чтобы потомки помнили и чтили этот светлый праздник, это самый главный праздник в нашей стране. Великая победа наследия и наследники – так звучит тема рождественских чтений, которые состоялись 13 ноября в детской музыкальной школе. Главной задачей такого мероприятия является просвещение детей и воспитание в них военно-патриотического характера. Педагогический коллектив детской музыкальной школы ежегодно проводит тематические концерты. Ученики с большим удовольствием принимают участие в такого рода мероприятиях, поют военные песни, рассказывают стихи, а также получают новые знания и исторические факты. Показывает нам, как жили раньше, как раньше все происходило во время войны. Это воспитывает в нас характер, дает нам больше какой-то уверенности. Первый раз в общеобразовательных чтениях поучаствовали воспитанники хореографического отделения детской музыкальной школы. Теперь это, несомненно, войдет в ежегодную традицию. Мне очень понравилось. Этот праздник рассказывает нам, как прошла эта война. Переносить из поколения в поколение духовное, культурное, нравственное и историческое богатство, учиться отдавать дань уважения, чтить предков и их традиции – это самые главные основы правильного духовно-нравственного и патриотического воспитания, которые закладываются и формируются у детей с раннего возраста. Пусть небо будет голубым, пусть в небе не кубится дым, пусть пушки грозные молчат и пулеметы не строчат, чтоб жили люди, города, мир нужен на земле всегда. Ксения Вишкова, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна ТВ Около 50% сделок с жильем в России проходит с привлечением ипотеки. Где найти деньги на первый взнос, каждый решает эту задачу по-своему. Так 16% ипотечников прибегают к помощи родителей, около четверти продают другую недвижимость, 9% берут потребительский кредит на первый взнос, 3% реализуют ценные имущества, 2% занимают деньги у друзей. А 8% опрошенных заемщиков указали, что выплачивали первый взнос в складчину с партнером. При этом о накоплении в большинстве случаев речи не идет. Половина заемщиков заявляет, что вообще не откладывали деньги на покупку жилья. А около трети заемщиков откладывали средства не более трех лет. Кстати, в Москве и на юге России ежемесячно на обслуживание кредитов граждане тратят около 60% зарплаты. В конце выпуска о погоде. 15 ноября в Десногорске солнечно, температура днем плюс 6, ночью плюс 1. На сегодня это все новости. Больше интересного на нашем сайте desnadefstv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работал Олег Соловьев. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!